привет друзья сегодня вновь с вами программа я и мой хвост автор и ведущий олег и образовательная программа от системы магазинов планета зоо города кемерово и старший продавец консультант друзья у нас кемерово здесь настали какие-то сумасшедшие морозы вообще 35 градусов у нас еще зима не наступила то есть ноябрь месяц морозы уже такие серьезные я заметил такую вещь что когда выходишь собаке на улице у нее начинают мерзнуть лапы но и соответственно он начинает их поджимать что с этим делать сейчас мы поговорим об этом наступили холода морозы наши собачки себя чувствуют не очень хорошо мы можем им помочь у нас есть несколько способов то есть смотрите есть пассивные виды защиты от мороза есть активные виды защиты от морозы к активным видам защиты относятся мы с вами сейчас меняем на данный момент стиль выгула то есть раньше мы ходили гуляли прохлаждались собачка бегает рядышком сейчас мы больше активнее играем то есть покупаем приходим в магазине различные перетяжки апортируемые предметы мячики бросаем то есть чтобы собачку мы должны с вами сделать в первую очередь первую очередь мы должны с вами постичь лапы собаки то есть вот та шерсть которая растет между пальцев она мешает сейчас я вам покажу ролик где я конкретно рассказываю показываю ребят ну вот смотрите вот две машинки у меня значит подстригаем лак лапы собачки две машинки одна ценовая категория это человеческая машинка это и вот собачка видите нарисована именно для животных можно это все сделать ножницами ножницами это все будет муторно можете собачку обрезать если если что-то не так пойдет у вас а с машинкой именно здесь параметры безопасности у вас все будет хорошо то есть вы не посрежете не обрежете ничего не произойдет у собачьей машинки именно профессиональной машинке непрофессиональной машинка здесь нож керамический здесь нож металлический то есть этот гораздо лучше теперь послушайте как звук у этой машинки у этой машинки это собачья это человеческая то есть разницу слышите до собаку когда будете приучать она будет пугаться у нас внутри этой машинки для того чтобы приучать собачку граммаш звук машинки но можете просто поводить ничего не делать абсолютно когда машинка будет жужжать и подкармливаете то есть у вас подкормочка есть у вас собачка в наличии есть у вас машинки взяли машинку вот смотрите необработанная лапка вот и обработанная рядышком лавка вот они две здесь уже подстрижены здесь видите вот волоса торчат на этих на этих волосах когда у собачки теплая лапка когда теплая лапка она выходит из дома морозы я повторюсь образуется водичка то есть растает водичка от температуры потому что подушечки они теплые являются и образуются комочки льда которые причиняют травмирует собачку неприятно еще из-за этого поэтому это обязательно нужно подстригать также сколько вы промывайте не промывайте но реагенты которыми посыпает у нас дороге они вот здесь вот на все это было сне собирается и как бы подчинять химический ожог лапки поэтому подстригать обязательно нужно то есть берем машинку собачку естественно то есть если первый раз эта процедура у вас происходит одну лапку сначала подстригать потом другую сами будьте обязательно в настроении таком что вы уверены в своих действиях собаки потому что ваше эмоциональное состояние передается вот ну и соответственно ничего страшного в этом нету очень простая процедура ведете лапку собачку кладете и вот по подушечке ровненько прям по подушечке молодец молодец оба подстригаете то есть вот дальше там не надо внутрь лезть куда-то вот чисто вот это вот надо срезать дело делается очень просто вот а ножницами представьте как вам будет тяжело все это делать вот сюда на коготочки есть не надо хорошо бы собачку хвалим все время лапку держим уверенно процедура занимает не больше пяти минут на все четыре лапы чисто для того чтобы вот эти комочки льда снега на волосках не прилипали и реагенты потом при промывке химические тоже не оставались здесь все я уже даже лишнее сделал это так чтобы уже визуально красиво было эти машинка не страшно можно залезть и внутрь и уже точно не обрежешь ничего а ножницами обрезать можно собачку хвалим естественно поощряем молодец вот сейчас мы с вами с вами посмотрели как нужно правильно подстригать лапки собачки и вот это не весь конечно ассортимент который представлен здесь магазине то есть вот они машинки в наличии здесь имеются то есть пожалуйста расскажи нам пожалуйста как что из себя представляют машины чем отличаются сейчас на рынке груминга распространены два вида машинок либо с металлическими ножами либо с керамическими ножами сейчас считается что керамические режут лучше также машинки подразделяются на обычные для стрижки то есть они идут с насадками на ножницы и сама следовательно машинка либо для груминга морды и лап что наиболее актуально сейчас лапки морды она менее шумная для того чтобы не пугать животное и более узкое лезвие как раз вот чтобы подстригать лапки а мы с вами подстригли лапки собачки машинку выбрали да вот либо там ножницами начинает подстригать но я все-таки рекомендую машинкой потому что меньше травмировать будете свои животные все-таки это ножницами можно где-то что-то подвезли значит также есть средства защиты именно вот от тех реагентов которые сыпь посыпают наши дороги то есть все вот видите у вас ботинки разложиться когда вы выходите на улицу а собака ходит абсолютно не обутая в этом случае существуют специальные химические средства то есть сейчас то есть держит в руках это называется воск воск мажете на собачку совать даже мазать его не надо вот так вот коробочку открываете промакиваете лапку одну вторую третью четвертую выходите на улицу собачка чувствует себя безопасности снег не намерзает также вот вот есть такой крем было расскажи что я рассказываю данная косметика является защитной то есть а она оставляет легкий слой воска на лапу что препятствует разъеданию химикатами и является также заживляющие средства они все содержат витамин е в обязательном порядке именно для того чтобы смягчать лапу и заживлять ранки которые появляются вот хрустящего снега по-любому то микротравмы получается собака выходит на улицу и начинает бегать по льду и какие-то микротравм очки все равно будут у собачки это средство помогает до данная косметика как заживляющим эффектом плюс заживляющим эффектом еще существует есть специальные шампуни которые содержат силикон то есть вы когда вот моете лапа собаки смываете реагенты тем самым да и вот в растворенном виде вот этот вот силикон покрывает здесь тоже в магазине представлены шампуни приходите спрашивайте вам обязательно про них раз как вы не хотите обрабатывать ну по каким-то причинам лапки собаки вот именно какими-то кремами восками понятно там после воска его надо смывать этот воск потому что потом могут пятна там где-то на коврике на линолеуме образовываться кстати шампунь она не оставляет никаких пятен то есть там силикон он совершенно совершенно скажем так безвредный для квартиры вот но если вы не хотите вам расскажи вот об этих замечательных предметах причем обувь бывает летнего плана как вы здесь видите кедики бывает зимние то есть как и наша с меховой отделкой более теплая на более устойчивой подошве ее можно подобрать как более мелким собакам так и крупным принципе овчарки доберманом мы тоже сможем подобрать что-нибудь вот то и смотрите здесь сейчас вот есть абсолютно все для того чтобы ваша собачка почувствовать себя там Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...